Дайте повару продукты, мясо птицы, сухофрукты, риск, картофель, и тогда ждет вас вкусная еда! Обычно осужденных женской зоны перевоспитывают концертами, творчеством и конкурсами шитья. В этом году руководители 7-й женской колонии областного центра решили всех удивить и организовали кулинарный поединок. В жюри позвали шеф-поваров и общественников. Среди спецконтингента нашли 12 участниц. Все работают в зоне на кухне. У всех корочки-поваров третьего разряда. Я сегодня надеюсь увидеть здесь профессиональный подход, творческий подход. Я считаю, что работа повара и специалист повара – это творческая профессия. Это та профессия, которая учится всю жизнь. Задача – приготовить из стандартного набора продуктов деликатесное ресторанное блюдо. Они будут готовить два блюда. Первое блюдо – это будет горячее. Второе блюдо будет десерт, домашнее задание. Десерты будут все фруктовые, на горячее. Одна из команд подает филе минтая, пюре из зеленого горошка, соус, имбирь, бланше. Вторая команда готовит курицу по-корейски в кунжуте. Третья команда готовит ризотто, вырезка и говядина. Меню в зоне довольно разнообразное. В рационе и мясо, и крупы, и овощи. Набора продуктов вполне хватит для того, чтобы приготовить что-то вкусное на конкурс. Для украшения можно использовать, например, зелень и оливки. Их нет в меню колонии, но осужденные получают эти продукты в посылках от родни. Оценивать мы будем серьезно. Будем смотреть качество приготовления пищи, будем смотреть вкусовые качества блюда и, естественно, подача. Красивая подача. Будем рассматриваться блюдо будет и приготовляться блюдо будет из тех продуктов, которые разрешены в посылках и передачах, которые употребляются осужденными в колонии. На приготовление горячего блюда отведено 40 минут. Планировали меньше, но на электрических плитках готовить не быстро. Команда «Смак» удивила даже бывалые жюри. Ризотто со стейком из телятины – блюдо сложное. Важно не перетушить говядину и сделать ее мягкой. Секрет приготовления, правда, повар не раскрыла. Я сама из Московской области. Думаю, что окончила сначала одну профессию, потом поняла, что это не мое. Пошла на поварские курсы, окончила их. Ну, я не ресторанный повар, а в ресторанах не работала, а в основном лучшее пить. Ну, в больничном городке я работала, потом на кастомбинате я работала, правда, в ресторане я два раза работала, на колодок блюдах. Ну, в каждом есть еще. Возможность поесть вкусненького от души осужденные имеют только на свиданиях с родственниками. Туда разрешено приносить и торты, и салаты, и другие деликатесы. Даже на Новый год меню колонии не пополняется традиционными для застолья блюдами. Никаких поблажек при перевоспитании. Поэтому особенно ценен приз за победу в конкурсе. Организаторы подготовили доучастниц набора экзотических фруктов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.